Всем доброго дня! Сегодня первый день, как я пришла с больницы. Андрей ничего не снимал, я не хотела, чтобы меня снимали. Но я бы хотела всё-таки поделиться и хотела рассказать о своей истории, потому что очень много молодых женщин и девочек, которые не всегда серьёзно относятся к этой теме. Я, верю, сколько я жила за границей, делала УЗИ много раз, проверялась, делала также мамокрафию. У меня никогда не было никаких проблем, особенно вот это два года до приезда домой. У меня всё было хорошо. Получилось-то я совершенно случайно, потому что я кашляла. И мы подумали, что, может быть, какие-то проблемы с лёгкими, может, действительно, и ковид, всё что угодно. Я где-то полгода назад сделала КТ. И когда я сделала КТ, мне сказали, что у меня есть опухоль. Она небольшая, один сантиметр, и мне надо сделать мамокрафию обязательно, УЗИ, и сходить к врачу. А потом в результате оказалась другая ещё, проблемы с щитовидной железой и всё остальное. Но факт в том, что я это сделала мамокрафию, я сделала УЗИ, мне сделали пункцию. Сказали, что надо контролироваться, что она только где-то полтора сантиметра была. Ну, а потом я уехала в Черногорию. И когда через полтора я приехала из Черногории, я просто чувствовала, что у меня, во-первых, воспалился лимфоузел, и я не могла на левой стороне спать, и была такая большая тяжесть. Вот. И я пошла, сделала повторную УЗИ, пошла к врачу-онкологу. Она мне сделала УЗИ, сказала, что если она беспокоит, и она больше уже 2 сантиметра, надо опять сделать мамокрафию. Я сделала мамокрафию, и она мне посоветовала пойти к врачу-хирургу на консультацию. В четвертую больницу. Но я не пошла в четвертую больницу, потому что я почитала комментарии очень много в отношении больницы, в отношении специалистов. Потом у меня есть очень хорошая моя подруга Лена. Она прошла через это, конечно, очень тяжело, и она всегда, чтобы не случилось, она всегда мне помогает. Она знает очень много о враче, болеет довольно-таки часто, и она прошла через это очень тяжелое заболевание. У нее действительно, ей было очень тяжело. Вот. Она мне только узнала, когда только такие проблемы, она меня сразу же отвела к хорошему врачу, и сразу же посоветовала к врачу, который сделал ей операцию и спас ей жизнь. Ей уже более 14 лет, и, слава богу, все хорошо. Она меня отправила в больницу, в медикум плаза, там находит, она позвонила туда, там работает этот врач, фамилию ее, сейчас я скажу, Кутова, Юлия Викторовна. Да, она врач-онколог высшей категории, более 40 лет, она оперирует. Молодец, честно говоря. Третий раз в жизни встречаю врача-хирурга-женщину. Маленькая такая, ростом, но очень такая боевая, и действительно, очень хороший специалист. И я когда к ней пришла, она сказала, что опухоль с двух сантиметров уже ее оперирует, потому что, тем более, такой возраст, что держать ее не надо было. Вот. И благодаря ей я сделала операцию в этом... Сделали мы там УЗИ, сделали тоже там... Прошла все анализы. Вот. И мне сделали операцию медикум плаза. Там очень хороший коллектив, очень добрый медпорстонал. Мне понравилось в операционной очень хорошие, отзывчивые и медсестры, и анестезиологи. И вообще, ну, мне очень понравилось. Я всем, вот я же, если девочки кто-то и собирается делать операцию, я все-таки рекомендую обратиться туда, именно в той центр. Вот. И еще я хочу, потому что уже... Это я перед тем, как делать операцию, много читала отзывов. Я читала очень много в интернете разных врачей, и за границей, и в России, и здесь, на Украине. И большая часть людей, которые уже много лет оперируют, и много лет клиницисты, они говорили, что все-таки лучше, если есть фиброденома, ее лучше удалить. Потому что много случаев, которые говорят контролировать, контролировать, и проходит время, и контролировать бывает уже поздно. Вот. И по приходу в больницу, у меня такая история случилась не очень. Я уже поддавала анализы, уже была готова к операции. Но последний день я сдала тест на COVID. Вот. И мне звонят с больницы, что у меня оказался тест позитивный. Я, честно говоря, чуть инфаркт не получила, потому что я себя чувствую здоровой, у меня все в порядке. И завтра операция. И так себя настраивала на ту операцию. И врач перезвонил в другие клиники, чтобы я сдала в другой клинике анализ. И я сдала, и они подождали. Они должны были делать не утром операцию. Но так как ждали результата с другой клиники, с другой клиники результат пришел хороший, все в порядке. Вот. И меня тогда в обед прооперировали. Ну, конечно, я очень перенервничала. Наверное, тоже самое перенервничали эти люди, которые были со мной в контакте именно в те дни. Именно в той день, когда я сдавала это анализы. То же самое, наверное, и врач, и другой врач, который у меня и анестезиолог, и кардиолог принимал все. Но, слава Богу, у меня все хорошо. И они меня прооперировали. И сказали, конечно, говорили, что я очень высокая. Было трудно найти размер ночнушки. И размер у них же все-таки все стерильное. У них у всех такие белые ночнушки. Они обыкновенно катоновые ночнушки. Халаты такие с микрофиброй. Все одинаковые. Но я принесла с дома, конечно, свое. Но все равно они мне одели свое именно с больницы. Были одеты, конечно, белые чулки противотромбов. Тоже всем одевают чулки перед операцией. Быстренько они все сделали, без всяких проблем. Мне понравилось то, что в операционной девочки такие веселые, шутили, смеялись. Я, честно говоря, уснула даже и не почувствовавши ничего. И большое спасибо сыну и Самвелу. Они приехали, привезли меня. Андрюша не мог приехать, потому что не мог оставить и маму, и собак дома самих. И кому-то она была дома. И приехала сына и Самвелу. Они были со мной на операции. Операции вообще не сказали, будет 2 часа. Потому что они когда открывают, и сразу дают на гистологию. И если что-то не так, они делают больше разрез. Секторально резец и молочная железа они делают больший объем. Но так как они ее убрали, сделали перед этим музей, она немножко еще увеличилась. Посмотрели, какой лимфоузел. И они сразу вскрыли, убрали. Операция где-то длилась час-15 минут, по-моему, Самвел говорил. И они отправили. Она сказала, что так как она видит, как анализы, что не онкология. Но гистология все-таки через 10 дней должна прийти. Со мной в палате лежала другая девочка. Ей немножко, конечно, не повезло. Она молодая девочка. Вот я к чему веду, что ей 35 лет. Ей удалили большую часть груди. И, конечно, наверное, ей придется делать и химию. Вот. И она бедная тоже. Считайте, что 3 года она контролировалась. А потом она поехала на работу. И 2 года она не проверялась. И вот, видите, контролировали, контролировали. И результат налицо. И это не первый случай. Это уже 4-й человек, с которым я общалась. Который мне объяснял, что они постоянно ходили под контролем. И в результате после этого контроля выходила совершенно другой стороной, как говорится. Потом большое спасибо Софии, нашей зрительнице. Она смотрит. Она тоже была в этой клинике. По своим она там делами. Мы с ней разговаривали. Она меня всегда поддерживала. Звонила мне тоже. Она оперировалась у этой врачей. У врачей она тоже сказала, что это очень хороший врач. И вообще она без... Что у нее золотые руки. Вот. И действительно, операция прошла хорошо. Я себя чувствовала. После наркоза немножко плохо, конечно, отходила. Не очень хорошо. Еще смеялась. Я говорю, у меня где-то рядом, там же в палате, лежали кого-то. Мужчина прооперировали за шторкой. И первым делом, что я только пришла от наркоза, начала... Ну, плохо себя чувствовала. Ну, состояние ужасное. А, слушай, что-то кричит. Дайте ему бутерброд с колбасой. Так орет на все отделение. Прям через ширму. Я после такого всего просыпаюсь. Думаю, боже, что это такое? Где я нахожусь? Врачей, успокойтесь. Успокойтесь. Он говорит, нет, принесите мне бутерброд с колбасой. И все. Вот. Потом завезли в отделение. Я потом еще спала. Приходила в себя. Переживала за ту девочку, которая со мной. Наверное, долго оперировали. Привезли ее очень поздно вечером. Я желаю ей, Анечка Большого, чтобы ты выздоровела, чтобы у тебя все было в порядке. Потому что у тебя маленький ребенок. И ты очень хороший человечек. Дай Бог, чтобы у тебя все было хорошо. Вот. И мы не снимали, не хотели этим. Но я все-таки этим видео хотела бы сказать женщинам, молодым возрастом, старшим, что надо все-таки делать обследование, проходить УЗИ в молодом возрасте. Обязательно раз в год. После 40 надо проходить маммографию. Обязательно. Потому что это... Если мы этого не делаем, результат может быть очень большой. И очень... Последствия будут ужасные. И это действительно очень страшно. И надо себя контролировать. И надо себя постоянно проверять. Если не будете проверять, это будет, конечно, беда. Приехала домой. Мои животные меня встретили. Очень были рады. Ждали. И Долька, и Вилька. Вот до сих пор возле меня лежат все. Отдыхают. Завтра я иду на перевязку. Завтра и в понедельник. Мне надо обязательно поехать туда. Всем я желаю крепкого здоровья. И проверяйтесь. Не делайте ошибок. Контролируйтесь. Потому что результат может быть плачевный. Я просто поделилась своим опытом. Я очень много смотрела и в интернете. Очень много женщин. И молодому, и в старшем возрасте. И они каждый делились своими историями. Как они, через что они прошли. Но просто я на протяжении своих 50 лет никогда не имела с этим проблем. Я постоянно контролировалась. Я за границей. И то, что два года это случилось, у меня именно здесь, на Украине. И совершенно случайно, если бы я не заболела, не кашляла, я бы даже об этом и не знала бы. И не зная, как бы оно потом, у меня бы это все вышло. Так что обязательно все проходите обследование. Всем я желаю всем крепкого здоровья. Моим обязательно спасибо, кто меня поддерживал. Кто всегда мне писал хорошие комментарии. Даже те, которые плохие, писали комментарии. Все равно большое вам спасибо за поддержку. Всем вам крепкого здоровья.